12 апреля один из самых почитаемых праздников у терраспольчан. В этот день, 69 лет назад, в городе закончилась война. Силами 37-й армии 3-го Украинского фронта Террасполь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Еще за полчаса до начала торжественных мероприятий на мемориале славы шли последние приготовления. Военнослужащие роты почетного корула поправляли обмундирование, слушали последние наставления командиров. С появлением президента звучит команда «Смирно». Перед началом митинга реквима глава государства поприветствовал ветеранов. Евгений Шевчук поблагодарил героев войны за их подвиг. Здравствуйте. Всех поздравляю. Спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо. Архиепископ терраспольский Дубосарский Савва также выразил слова благодарности ветеранам за их ратный труд, мужество и стойкость. Мне сегодня весьма приятно голосом нашей церкви выразить слова благодарности тем ветеранам, которые сегодня в добром стране присутствуют среди нас. Вечная память всем тем, кто душу свою положил за други своя и тем самым увековечил себя в вечности пред Богом и пред всеми нами. Возложить живые цветы на гранитные плиты пришли сотни человек, от первых лиц государства и ветеранов до обычных горожан. Участвовал я в боях с Японией. И вот, значит, 2 сентября Япония капитулировала и, значит, закончилась Великая Отечественная война для Советского Союза, Вторая мировая война. Почтить память, отдать свое сердце, свою душу, поклониться тем бойцам, которые освобождали. Это же наша Родина, это же наша жизнь. После окончания торжественных мероприятий на центральной площади столицы активисты движения «Содружество молодых» всем прохожим раздавали георгиевские ленточки. Сегодня Республиканское общественное движение «Содружество молодых» начинает акцию «Георгиевская ленточка». Международная акция начинается 24 апреля, но наш город освобожден уже сегодня, поэтому я тебя поздравляю. Сопричастными к празднику стали даже самые юные терраспольчане. Станислав Стоянов, Роман Донец и Егор Бекерский, Первый Приднестровский телеканал.